Неработающие саратовцы будут оплачивать медицинскую помощь. Есть ли защита от недобросовестных туроператоров, а также кто заплатит за судебную волокиту? Ответы на эти вопросы на страницах печатных изданий искала Анастасия Калинина. Спасибо, Станислав. Неработающие горожане действительно будут оплачивать медицинское обслуживание. Правда, частично. Но в любом случае конституционный принцип бесплатной медицинской помощи нарушается, как и основные принципы социального государства, где общество решает проблемы сообща, а не перекладывает их на плечи граждан. В антисоциальных планах власти разбирались эксперты и МК в Саратове. А также в этом номере дополнительные выплаты престарелым, помощь беженцам из Украины, право на обмен ветких денежных купюр, возможность в любое время дня и ночи пользоваться городским пляжем – вот лишь часть вопросов, на которые эксперты МК в Саратове ответили читателям. Суд идет медленно. За волокиту в следствии потерпевшим заплатит государство, сообщает российская газета. Расплата за судебную и следственную волокиту станет неотвратимой. Компенсацию от государства за неоправданно долгое следствие и затянувшийся суд получат даже потерпевшие по нераскрытым делам. И даже в тех случаях, когда преступник так и не найден и расследование приостановлено. А также в этом номере «Отпуск без страха» новый закон защитит россиян от нечестных туроператоров. Похоже, скандалы, связанные с приостановкой деятельности туроператоров «Нева» и «Роза ветров мир», которые в июле сорвали отпуск тысячам россиян, просто так не пройдут. В Ростуризме намерены принять все меры, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов. Певица Нюша, меняя пляжные образы для фотосессии и теленедели, вспомнила самые яркие эпизоды и курьезы своих морских каникул. А также раскрыла секреты отпускной перезагрузки. Читайте в свежем номере. Сегодня у меня все. А что нового и интересного появится на страницах свежей прессы, я расскажу вам в следующих выпусках. Спасибо, Анастасия.